Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шеститко, и я рад видеть вас всех на своем канале. А особый привет посетителям группы ВКонтакте Symbian, MeGo, Windows Phone и сайта mobidevices.ru И, как вы уже догадались, в этом видео речь пойдет о каких-то новых, а может и не совсем новых, но очень интересных гаджетах, программах или технологиях. Смотрите, дальше будет интереснее. Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шеститко, и мы продолжаем обзор этого замечательного устройства. Думаю, первую часть вы его уже смотрели, а именно мы имеем дело с Samsung Atev Smart PC, без Pro, то есть такой вот пользовательский вариант системы. Это ноутбук или ультрабук или ультрапланшет, как хотите называйте, трансформер. То есть, что это значит? Это значит, что устройство имеет клавиатуру и отдельно отстегивающийся, напомню, экран, который может использоваться дальше как планшет. Он с тачем, со всеми соответствующими вытекающими последствиями, то есть под управлением Windows 8. В качестве характеристик хочу напомнить, что основными там такими спорными характеристиками было то, что у него стоит Intel Atom 27, который Z2760, 1.8 ГГц, и вообще-то на самом деле не просто процессор, а это System on Chip, который также обладает всеми системами, связанными с тем, тем, что там и интегрированный графический процессор под названием PowerWare SGX, господи, 545 с частотой 533 МГц и так далее и тому подобное. 2 ГБ памяти, 64 ГБ хранилища, плюс вы можете еще использовать SD-карточку. Отличная такая штука. На самом деле, могу сказать по опыту эксплуатации, собственно, речь пойдет дальше о том, что показали тесты. Выбор Atom для повседневной работы был весьма и весьма оправдан. Тот Atom, который сделал сейчас Intel, это не те Atom, которые были там даже 2-3 года назад. Это отличный процессор, отличное графическое ядро, великолепные результаты и самое важное, великолепное время живучести. Со времени живучести я, пожалуй, начну. Давайте отстегнем систему. То есть нам клавиатура не понадобится. Мы это все увидим и вот таким вот образом. Чуть-чуть ниже. Итак, что бы я хотел показать? То есть вы знаете, я думаю, все знают тесты. Есть небольшая утилитка у меня, которая записывает, проводит это все в автоматическом режиме. То есть мне интересно реальные показатели. А реальные показатели вот какие. Давайте зайдем в результаты. Я не гонял приложения по работе с офисом. Не было времени. На самом деле времени не было дважды. Были праздники. И кроме того, супруга, как только добралась до этого планшета, забросила свой планшет. Samsung Atev Smart PC вообще не отходило. То есть это стал ее основным планшетом. Она про это, я думаю, расскажет. На самом деле он ей понравился двумя вещами. Легкостью и долгостью работы. То есть за три дня, там, время от времени, периодического использования ей не удавалось. Это посадить ей батарейку. Соответственно, она выключала, включала. Не надо было таскаться за аккумулятором и так далее и тому подобное. Во-вторых, стилусом. Поскольку стилусом можно не только управлять интерфейсом, но и писать. То есть, что стало для нее очень хорошим открытием, соответственно, в ее повседневных делах. То есть она смогла записывать все необходимые вещи. Итак, что мы видим? Тест видео. Тест видео самый простой. Как вы знаете, вы запускаете просто-напросто. Я запускаю, да, это не вы запускаете. Ну, вы тоже можете повторить. Любимых лошадок. Лошадки бегут. Немецкое документальное видео про животных бегут по морю. Ну, вы этот ролик Windows 7 тестовый знаете. Причем другой скрипт каждую минуту записывает там, что я отработал, я отработал поставленный на таймер. Результаты такого видео с подключенным Wi-Fi 10 часов 45 минут. С выключенным Wi-Fi, как вы видите, 11 часов 39 минут. Я специально мерил в режиме Wi-Fi и в режиме полета. Почему? Потому что на 64 гигах много видео не похранишь с другой стороны. То есть, кто-то смотрит в его онлайне прямо по сети и тому подобное. Поэтому и тот, и другой вариант. То есть, достаточно для того, чтобы перелететь через океан, полностью перелететь через океан и за все это время смотреть видео. Видео, напомню, смотрится при 30, вот при этой яркости. То есть, это не максимальная сейчас яркость устройства. Максимальная яркость устройства выставлена, вернее, текущая яркость выставлена на 30%. Максимальная яркость устройства вот такая. То есть, в тесте 33%, одна треть. Соответственно, если учитывать, что экран 400 нит, то это примерно 130 нит яркости экрана. Кстати, экран 11,6 дюймов и разрешение 1366 на 768. Так вот, Wi-Fi, да, то есть, как бы, опять же, 10 часов 45 и 11,39. Меня часто, опять же, задают вопросы в комментариях и тому подобное. А почему вы тестируете только на видео? Ведь там видео 720p, а хотелось бы по-хорошему запустить 1080 и так далее. Пожалуйста, я взял Full HD, видео, МКВ-шный файл. На самом деле, это была моя робот. Ну, я робот, это один из моих любимых фильмов. И вообще, фильмы с Виллом Смитом, как мне кажется, удались, начиная от врага государства. Но, кто не смотрел, как оказывается, многие молодые, так сказать, молодое поколение не видел фильм «Враг государства» с Виллом Смитом. Рекомендую посмотреть. На самом деле, все, что показано в правилах. И вот единственный, наверное, фильм про айтишников или компьютерщиков, который во многом в этом фильме показывает правду, как это все работает. Так вот, «Враг государства» я не брал, я брал, я робот, да, с Wi-Fi, включенным в Full HD, МКВ-шный, на проигрывателе PowerDVD он здесь предустановлен, ну, предустановлен и отлично. Я не стал гонять уже в других кодеках. Соответственно, 6 часов 44 минуты и видео, соответственно, без Wi-Fi, то есть в режиме полета все тот же МКВ, PowerDVD, 8 часов 31 минута. То есть, как вы видите, Wi-Fi-ные передатчики тратятся достаточно мощно. С другой стороны, есть замечательный скрипт, я его сам написал. Это работа в интернете. То есть, PowerShell-овский скрипт, который запускает Internet Explorer, открывает в нем энное количество страниц, просто по циклу, 10 штук, случайным образом выбирая их из определенного списка. Список вы сможете добавлять, расширять, как хотите сами. То есть, здесь не имеет значения, я думаю, хорошо, видно сейчас. То есть, что вы сюда впишите? В данном случае, как бы, я взял самые популярные сайты украинского интернета, плюс те сайты, которые у меня там посещаются, плюс и так далее. Все это, случайно выбираются 10 адресов из этого массива, да. И дальше 10 раз мы добавляем, запускаем, заполняем этот массив. И 10 раз, соответственно, запускаем Internet Explorer, добавляя новую-новую страницу. Каждые 15-45 секунд. После чего ждем еще от 30 до 120 секунд, пока все эти страницы работают. И после чего давим Internet Explorer-овские процессы, давим VM-плеер. Разгонять или пробовать что-то на других системах, увы, тоже не было времени. Поэтому, кто захочет, скриптом поделюсь, это не проблема. Сможете восстановить и всю ситуацию. Итого, интернет, естественно, с Wi-Fi. Открываем, три разных варианта, три сценарии. 6.47, 7.08. Наверное, все-таки в зависимости от сайта, поскольку открываются и сайты с большим обилием скриптов. То есть я специально логинюсь перед этим и в тот же Facebook, и там те же Одноклассники, и тот же ВКонтакте. То есть во все аккаунты у меня пропис, я при тестировании, я не забываю, не переживайте, потом удалить, почистить кэш. Я все это прописываю, и, соответственно, у меня система работает. То есть открывается, как будто я ВКонтакте. Кто меня видит в Одноклассниках, спрашивает, а почему ты мне не отвечал? Я там не был уже год. Ну, ладно, не год, но полгода точно не заходил туда. Это все делает скрипт при тестировании. То есть для того, что, вернее, я зашел один раз, запомнил пароль и все. Дальше сидит за меня там скрипт. Поэтому можете писать, не писать, отвечу при следующем запуске скрипта. Так вот, 6.47, 7.08, 6.58, то есть общее время где-то примерно около 7 часов. Это массированный. То есть, чтобы вы представляли, это действительно массированный такой удар по печени. Давайте запустим. Я сказал запустим. Task Manager. В Task Manager включим Performance. Перейдем на скрипт. Он пошел работать. И вы видите работу скрипта. Вы видите, как прыгнул, соответственно, процессор. Кстати, ARM-овский процессор, хочу напомнить, имеет, соответственно, два ядра. Ой, ARM-овский. Атомовский процессор, два ядра и четыре потока. Мы видим, как они сейчас работают. И мы видим, как работает скрипт. Сейчас он откроет через какое-то время, в течение 10-15 секунд. Следующую, следующую, следующую. Вот, пожалуйста, следующая страница. Это .net. Не знаю, что это за сайт. Он, вот, зашли, посмотрели. Я зашел, посмотрел по топу украинских сайтов в различных поисковиках. То есть, кто, что и как. Скрипт продолжает отрабатывать. То есть, там, следующая страница. Нагрузка. Опять же, меня постоянно упрекали в том, что я не слежу за нагрузкой, не слежу за памятью. Сколько памяти тратится. Вы видите, да, действительно, процессор нагружен на 60%. 1,76 ГГц потребность при работе с тяжелыми сайтами. Гигабайт памяти практически 50% уже занято. И продолжает работать. Где наши? Internet Explorer. Google. Ну, Google это классно. И так далее, да. То есть, в этом и есть суть тестирования, да. То есть, как бы, ай отдельный скрипт просто записывает, сколько времени с момента запуска и так далее. Вот он запустил обзор книжки, да. То есть, как бы, соответственно, тоже там будет нагрузка, не будет нагрузка и тому подобное. В таком режиме система отработала 6 часов. Практически 7 часов. Что очень и очень хорошо. И я считаю, что достаточно комфортно для работы. И чтобы внести дополнительные, как бы, новые возможности, новые ощущения, скажем так, я стал записывать не только результаты того, как работает система, но и результаты того. Вот, например, для интернет-теста первых двух бэкапов есть еще информация о том, какая производительность каждый момент времени была там. Да, нагрузка на процессор, вы сейчас видите, да. Записываю. Это VMI-консоль, VMI-C в командной строке, если хотите, скрипт тоже сейчас покажу. То есть, вы видите, что процент загрузки процессора 2%, свободная память 1,33, да. То есть, как бы, следующую минуту 51% какой-то сайт, загрузка гигабайт 200, да, мегабайт. 48% гигабайт. 82% соответственно 99%. И так можно отследить прыжки, когда сбрасывается на ноль, то есть, интернет-эксплорер прибивает все свои процессы, после чего освобождается память и падает там нагрузка и так далее. Но, как вы видите, система справляется и таких больших утечек или цифр... Не, ну, местами проскакивает 97% и так далее, но, в принципе, в общем и целом, система работает отлично, справляясь со всеми поставленными ей задачами. То есть, вернемся к процессору и так далее. Ну, и последний тест, который я, конечно же, провел, это то, что называется PCMark'ом. Как же без него? Я попытался также запустить 3DMark 11, после чего вспомнил, что 11 не получится по одной простой причине. Какой простой причине? Правильно. Причина эта называется одна. Тут встроенная графика, и эта встроенная графика... Давайте третий результат построим. Встроенная графика поддерживает только DirectX 9.2, если я не ошибаюсь по спецификации. PowerVR не поддерживает DirectX 10, не поддерживает на аппаратном уровне 11, и, соответственно, не пошел 3DMark. Но, с другой стороны, 1265, как по мне, отличный результат для работы. То есть, я, опять же, запускал несколько раз. Давайте, кто не верит. Что, тоже 1265? Ага, 1219. В этот раз 1255. Ну, случайно получилось, что самая большая цифра была третьей. 1265. То есть, это хороший результат. На самом деле, если вы смотрели видео, или будете смотреть видео с обзорами других, таких, более профессиональных ноутбуков, то там ноутбук с процессором, да, самым младшим, Intel Pentium i5, который 3520, да, или 3510, показывает показатель 2400, там, или 2200. То, имея на борту процессор, да, Intel Atom, и получить здесь 1265, как по мне, результат достаточно отличный. То есть, проседаний практически нигде нет. Работоспособность системы на нужном, соответственно, уровне. Да, вы не поиграете в тяжелые игры, но в повседневной работе. Ноутбук отзывчив, ноутбук динамичен. Вы можете выполнять все необходимые функции. Меня радует здесь наличие, там, того же OneNote, который позволяет вам вести переписку, там, и тому подобное. Офисные приложения. То есть, он создан, скажем так, для такой вот повседневной работы. А благодаря клавиатуре, еще раз напомню, превращается в отличный рабочее место, в отличную ногу. Подключили клавиатуру, работаем, да. Нужно уйти, закрыли, пошли. Здесь 1,4 килограмма. Нужно уйти налегке, отключили, забрали, ушли налегке, работаем налегке, либо где-то на совещании, сидя и тому подобное. Порты все необходимые присутствуют. То есть, вы можете рассчитывать, я напомню, на порт HDMI micro. Вот он. Вы можете рассчитывать на USB порт 2.0, в Pro версии 3.0, здесь 2.0, вот он. Вы можете также расширить память свою через microSD, ну, своего ноутбука. Хотелось бы, конечно, уже дожить до тех времен, когда осуществлятся вещи типа Johnny Mnemonic'a, да. MicroSD-шная карточка 64 гига. То есть, и дальше расширение через клавиатуру, которая тоже поддерживает подключение USB портов. Вот раз USB порт, вот два USB порта, то есть, что позволяет вам работать с большим количеством устройства. Отлично. То есть, как по мне, с такими показателями, повседневный планшет, да при его ценах, да при его клавиатуре, да при том, что вы можете превратить рабочее место в место для развлечений, да плюс стилус, который позволяет вам удобно вводить текст в режиме записи, да. Это отличнейший такой вот ультрабуковский девайс. Честно говоря, то есть, я им так и не попользовался до конца. То есть, я смог сделать только тесты, после чего супруга его забрала и больше не отдавала, и проводила его тестирование фактически она. То есть, она в восторге. Требует новый такой купить домой. Ну, что она скажет по поводу этого дела, зачем она его использовала, я думаю, расскажет она вам сама. Я запишу отдельное еще видео дополнительного обзора, скажем так, человека, который две недели реально эксплуатировал это устройство. Что, как, почему и сравнение с другими. То есть, у нее есть и планшеты на конкурирующих платформах, у нее есть и обыкновенный ноутбук, то есть, и она постоянно мечется между двумя устройствами. А вот это устройство в качестве альтернативы для решения всех задач, а это именно Samsung Active Smart PC. послужило, как бы, таким серебряной пулей, идеальным устройством именно для ее задач. Ну что ж, увидимся. Могу сразу сказать, 11 часов в режиме просмотра обыкновенного 720 видео, 1080 видео в режиме в течение 7 часов, в течение 7 часов работы в интернете. Неплохие показатели в PC-марке 1265, это отличные показатели, если сравнивать, что примерно всего в два раза ниже, чем i5-е процессоры, да, то есть, как бы, и при этом такой срок жизни, то есть, можно говорить об великолепном, хорошо сделанном устройстве, то есть, если вам нужен такой, попратим на каждый день для выполнения там, я пишу документы, я работаю с почтой, я работаю там со скайпом, я чатюсь и так далее, и тому подобное, от с утра до вечера, при любимой операционной системе Windows, полноценными приложениями типа Office и так далее, это устройство будет справляться. Смотрите, выбирайте, пробуйте, отлично сделано, еще раз напомню, что корпус, на самом деле, хоть и выглядит алюминиевым, в реальности он не алюминиевый, это так называемый модифицированный пластик, IMD пластик, армированный сверху специальным покрытием, которое выглядит как нужный вам материал, плюс придает соответствующие свойства пластику, да, то есть, соответственно, он меньше царапается, лучше блестит, меньше трескается, бьется и так далее. На падение, увы, извините, не тестировал, не пробовал. Ну что ж, удачи, оставайтесь с нами на канале, с вами был я, Игорь Шаститко, и Samsung Active Smart PC, великолепное устройство, представляющее из себя отличный трансформер, позволяющий работать и как с таблеткой, и как с ноутбуком, то есть, благодаря съемной клавиатуре. Atom не проблема, поверьте, то есть, это не тот Atom, и, не знаю, я, наверное, выполняю работу ребят из Intel, рассказать о том, почему он не тот Atom, но благодаря этому он действительно живет долго и работает весьма и весьма производительно. Ну а дальше, встречайте обзор супруги, увидимся, всего хорошего, до свидания.